ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ КВАЛИТАЦИОННЫЕ ИГРЫ Сегодня финальная часть Вы видите первая линия, где идут соревнования детей Соревнования вызвали большой интерес Очень много участников Вот вы видите главный судья соревнований Владимир Федорович Иванов Внимательно наблюдают за всем происходящим на трибунах Родители, водейщики Ну, посмотрели общую картину Постараемся сейчас снять снизу Вот, кстати, идет уже встреча Сергея Колотовкина и Валерий Колдаев Валерий Колдаев, напомню, чемпион России 2010 года Вот мы сейчас в зоне соревнований детских детей И больше не надо ее срезкой И не надо ее право врезать Не надо ее туда переводить Значит, почему ты ему позволяешь Мы так и сделаем справа Так, у девочек готовится Себастьянов Шустров, шестнадцатый Себастьянов Шустров, шестнадцатый Стоп, стоп, стоп Дмитров Романов, восемнадцатый Дмитров Романов, восемнадцатый Слепость, слева, живая, все нормально Очень интересно Вот где вот эта подачка? Показывай, вот эта подачка Вот это подачка Мне все равно нужно передавать Где она? Вот эта, где подачка? Вот ее нужно подавать, вот эту подачу нужно подавать в направлении, все время разные подачи. А вот уже мы видим встречу 60 лет из старшей категории Николая Бойцов к нам с сыном и Владимир Глубоков. Какие переживания. Золотой цвет ветеранского спорта России. Это уже Александр Санксонов в категории 40-49. Он играет встречу с Кирилем Ивановским. Кирилем Иванове. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Семенов, категория 50-59. АПЛОДИСМЕНТЫ Готовится РУС, Недовая Мама. АПЛОДИСМЕНТЫ И... И..." Сына. Ген spend ... ... АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как мы видим, соревнования идут полным разгаром. А сейчас я хотел бы обратиться к главному суде соревнований, международному арбитру Владимиру Федоровичу Иванову. Владимир Федорович, интересно было бы очень услышать Ваш комментарий, прежде всего по количеству участников, но и по всем моментам. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Хочу сказать, что этот турнир проводится уже второй раз. В первую очередь проводит Михаил Львович Турков. Это ученик Средневековича Праха, который был зачинателем ветеранского соревнования и был тренером, я считаю, лучшим тренером Советского Союза, потому что он воспитал в бою всех, во-первых, чемпионов мира. А во-вторых, Спартак, которым он был старшим тренером, всегда был наполнен детскими голосами и играми, где играли дети. И тоже самые ветераны. Теперь немножко по турниру. Турнир проводится второй раз. И с каждым годом, я хочу сказать, что он набирает все больше и большую силу. Например, в этом году в детском турнире, который проводится в рамках этого турнира на призы двухкратной чемпионки мира, кстати говоря, ученица Средневековича, Рудновой Зои Николаевны. Это очень приятно, что дети не обойдены вниманием. Да, да, да. И детей на этих сценариях присутствует 111 человек. Они приехали с детьми, с своими родителями приехали, с дедушками, с бабушками. То есть для них это праздник. Болельщики с друзьями. Болельщики, да, друзья, знакомые все. Очень приятная атмосфера. Очень приятная атмосфера. И взрослых здесь присутствует 169 человек. Вадим Петрович, а какие категории? Из разных городов нашей необъятной страны. Категории у мужчин и у женщин три всего. Это 40, 49, 50, 59, 60 и старше. Это у гостей оптимальные категории, в которых обычно на всех ветеринарных соревнованиях принимает участие больше всех спортсменов. Но качество турнира хорошее. В частности детей здесь играют чемпионы Москвы, приятели разных отрытых соревнований районов, округов. Есть даже дети, которые участвуют в своих высоких категориях на чемпионатах России. Но уровень, я смотрю, достаточно высокий, интересно. Да, вот в частности, если взять суть взрослый, здесь присутствует Володя Барбашин. Это человек, который занял третье место на первенстве мира. Здесь присутствует Колтаев Валерий, это чемпион России этого года, своей высокой категории. Здесь присутствуют мастера спорта, бывшие члены сборных команд Советского Союза. Каплан, Феликс, Павловский, Игорь. Это люди, которые всю жизнь занимались спортом и до сих пор его популяризируют.